В первую очередь я являюсь гражданином Республики Казахстан. Наше будущее Казахстана сегодня волнует каждого из нас. Ведь мы стремимся сохранить государственность и суверенитет страны, сделать ее экономически успешной и демократически развитой. В Казахстане 5 июня состоится республиканский референдум по вопросу принятия изменений и дополнения Конституции. Это будет первый референдум в стране с 1995 года, когда утверждалась действующая Конституция. Глава государства Касым Жамар Такаев, объявляя о данной инициативе, которая опиралась на запросы и мнения народа Казахстана, отметил, что референдум позволит каждому казахстанцу принять участие в историческом событии, которое определит будущее Казахстана. Он также объяснил, что все поправки в Конституции направлены на модернизацию и укрепление государства. Считаю, что референдум является важным и очень ответственным мероприятием, ведь идея его проведения – это большой знак для казахстанцев. Это своего рода децентрализация, возвращение власти в руки народа. Это является главным аспектом. Перемены просто необходимы, если мы хотим построить новый Казахстан. Поэтому всецело я поддерживаю проведение референдума и верю, что его итоги позволят сделать жизнь людей более качественной и достойной. Приведу наиболее заинтересовавшиеся меня пункты изменения Конституции. Статья 43, где говорится, что близкие родственники президента Республики Казахстан не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъекта квази-государственных секторов. Также это касается всех руководителей государственных органов. Тем самым говорится, что если родственники будут работать в одном департаменте или в одном управлении, то есть вероятность, что руководители будут оказывать предпочтение своим родственникам. Тем самым может это все перерасти в первую очередь лоббирование интересов и коррупции. Так что мы полностью согласны с этим изменением в Конституции Республики Казахстан. Также статья 83. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан содействует восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, способствует продвижению прав и свободы человека и гражданина. В пункте 2 говорится, что при осуществлении своих полномочий уполномоченный по правам человека независимым государственным органам и должностным лицам. Также в пункте 3 говорится, что уполномоченный по правам человека в течение срока своих полномочий не может быть арестован, подвергнут приводу мерам административного взыскания. Также в налагаемом судебном порядке привлечен к уголовной ответственности без согласия сенатора, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких преступлений. Данные изменения позволят уполномоченным по правам человека более в полном объеме применять свои доносные полномочия. То есть у него развяжутся руки. И каждый обратившийся может получить от него стопроцентную поддержку. Также в статье 8.7. В пункте 4 говорится, что акимы областей городов республиканского значения и столицы назначаются на должность президентам республики согласие депутатов Маслихата, расположенных на территории области или депутатов Маслихатов городов республиканского значения и столицы соответственно, где президент республики предлагает не менее двух кандидатур, по которым проводится голосование. Кандидат, набравший большее количество голосов депутатов-маслихатов, принявших участие в голосовании, считается получившим согласием. Данные изменения позволят нашим депутатам при выборе руководителя нашего области или руководителя нашего города выбрать наиболее такого кандидата, который перенесет большую пользу для нашего города и для нашей области.